Дорожная карта занятости Добрый вечер, с вами Елеман Раимбеков и вы смотрите программу Дорожная карта занятости Сегодня 20 ноября, вечер пятницы, на этой неделе уже наступили первые холода Впрочем, Алматинская область основательно подготовилась к зиме Решены объемные вопросы, которые годами тревожили жители региона К примеру, благодаря строительству трех блочно-модульных котельных Теплой и комфортной обещает стать нынешняя зима для жителей Каскелена Сразу 10 многоэтажек старого типа подключат к централизованному отоплению К слову, до этого люди прибегали к разным вариантам отопления своих квартир Что было далеко не безопасно Аким области вопрос взял под свой контроль И строительство блочно-модульных котельных в одночасье решило проблему Сделать это в кратчайшие сроки помогла программа Дорожная карта занятости По завершению проекта стабильным теплоснабжением будут обеспечены более 400 абонентов Блочно-модульные котельные способны обеспечивать многоквартирные жилые дома Одновременно теплом, вентиляцией и горячим водоснабжением По словам районного управления жилищно-коммунальной инспекции Подобная система отопления безопасна Автоматизация обеспечивает бесперебойную работу всего оборудования Вне зависимости от погодных условий На первых порах одной такой котельной планируется охватить сразу 4 многоквартирных жилых дома по улице Толиби На эти цели из областного бюджета было выделено порядка 15 миллионов тенге На участке трудится порядка 25 рабочих Помимо блочно-модульной котельной мы ведем работы по благоустройству двора Объем работы большой Предстоит еще установить освещение, мини-футбольное поле, детскую площадку Работа активно ведется Планируем завершить работу к концу текущего года Также стоит отметить, что в соседнем Толгарском районе ведется строительство 11 блочно-модульных котельных А это значит диплом обеспечит 13 многоквартирных домов с более чем 600 абонентами Аделя Кжаркенова, Аманжол Жунгешев, телеканал Читсу Комфортные условия создаются и по части ремонта автотрасс Так, более 600 километров дорог отремонтируются в Алматинской области до конца года На эти цели по линии дорожной карты занятости выделено 19,5 миллиардов тенге Средства помогут реализовать 357 проектов во всех районах и городах края О том, как реализуется госпрограмма в ЖТСУ, расскажет Алексей Цой На данный момент в Алматинской области уже завершена большая часть ремонтных работ 207 объектов уже полностью готовы Большая ремонтная кампания развернулась и в Кельдинском районе Здесь в 11 населенных пунктах отремонтировали 12 километров дорожного полотна А это 19 улиц Еще столько же запланировано на следующий год А это значит, что в области появятся новые рабочие места По дорожной карте занятости на работы по ремонту улиц выделено 552 миллиона 300 тысяч тенге Охвачены села Караблаг, Сырымбет, Алдабергенов, Абай и другие Запланировано создание порядка 80 временных рабочих мест Этот план выполнен на 100% Дорожная карта занятости – это хорошая альтернатива для тех, кто ищет временную работу Однако в практике центра занятости есть немало случаев Когда разнорабочим, принятым на время, но зарекомендовавшим себя, предлагали постоянный вариант В целом по Алматинской области запланировано создание более 4 тысяч рабочих мест В том числе через центры занятости более 2 тысяч человек На сегодняшний день план выполнен на 95% Создано 3337 рабочих мест В том числе через центры занятости – это 1947 человек На данный, на сегодняшний день освоено 15 миллиардов 800 миллионов тенге Охвачены все районы и три города нашей области Дорожная карта занятости В целом по всей области работы ведутся согласно графику Все оставшиеся проекты будут завершены до конца текущего года Уникальная государственная программа «Дорожная карта занятости» Также способствует улучшению инфраструктуры сельских объектов И созданию новых рабочих мест Так Дом культуры села Карабугет Сарканского района Построенный около полувека назад Обретет новую жизнь Уже близится к завершению капитальный ремонт здания Гульназ Мустафа с подробностями Ровно 36 лет не обновлялся сельский дом культуры Жители Карабугета были вынуждены обходиться без него Все мероприятия проходили в школе аула Для открытия различных кружков не было специально отведенного места Молодым сельчанам было очень тяжело Они не знали, чем заняться в свободное время Досуг они проводили кто как мог И вот теперь концерты и другие культурные мероприятия можно проводить здесь Есть место для проведения репетиций И вообще для выявления талантливой молодежи И развития их способностей Мы очень рады На капитальный ремонт Дома культуры Из областного бюджета были выделены финансовые средства В размере 260 миллионов тенге Как утверждают генподрядчики В середине ноября Дом культуры На 220 мест будет готов Распахнуть свои двери Через управление культурой Мы предложение отправили свое Если поддержат Выделится один из штатных единиц Мы планируем при Доме культуры организовать Пять кружков самодеятельности В том числе хореографических Азилеры ансамбля Вот такие у нас планы есть В данный момент проводится Разработка проектно-сметной документации Дома культуры села Куктырек Если на следующий год будут выделены средства То мы тоже запланировали Что проведется капитальный ремонт Финансовые средства Выделенные для района В рамках государственных антикризисных мер Позволили привести в порядок Ряд дворов, многоэтажных домов И в городе Саркан К этому дому ведет Одна из главных улиц города Еще недавно В весенне-осенний период Когда на улице грязь и слякоть Она превращалась в полосу препятствий Но это уже в прошлом В этом году удалось благоустроить Прилегающую к дому территорию Жителям дома Особенно нравится детская площадка В 2015 году нам, молодым специалистам Дали квартиру по госпрограмме Я работаю в школе имени Абая Учителем Когда сюда переехали Здесь не было ни рыка, ни двора И даже тепла не было Сейчас здесь все есть Все сделали Чтобы детей своих как-то развлечь Мы ездили по городу И искали благоустроенные дворы Ходили на школьную площадку Теперь все это есть у нас во дворе Очень довольны Я переехала сюда два года назад Абсолютно не сравнить с сегодняшним состоянием Все делается в лучшую сторону Раньше здесь асфальта, брусчатки не было Машины, скорой помощи не могли сюда проехать Дети наши вообще не хотят заходить в дом Поскольку им есть где играть Мы благодарны В целом в городе Саркан Есть 24 многоэтажных жилых дома В этом году в девяти из них благоустроили дворы Остальные запланированы на следующий год Так государственная программа Активно реализуется в районе В 2020 году через государственную программу Дорожная карта занятости 2020 На Сарканский район Были выделены 2 миллиарда 9 миллионов тенге На ремонт 54 объектов Из них 200 миллионов тенге Были потрачены на благоустройство дворов многоэтажек Через центры занятости Были привлечены к работе 26 безработных Так Дорожная карта занятости Стала одной из главных антикризисных мер государства Период пандемии В проектах по модернизации Строительству объектов инфраструктуры ЖКХ и благоустройству населенных пунктов Были созданы новые рабочие места Всего в 2020 году В рамках Дорожной карты занятости В республике реализуется порядка 7 тысяч таких проектов Гульназ Мустафа, Абзал Мусипов Телеканал ЖТСУ, Сарканский район По дорожной карте занятости Трудоустроено 18 202 человека В настоящее время Также уже выполнено проектов 732 И на стадии реализации 309 проектов На этапе строительства И первое спортивное поле На побережье озера Лаколь На перспективный объект предусмотрено 270 миллионов тенге Теннисный корт, волейбольная и футбольная площадки Станут доступны любителям спорта И здорового образа жизни Жители Лакольского района Не могут нарадоваться Инфраструктурным улучшением В своем регионе Всего за год у них появилась новая школа Отремонтирован с нуля дом культуры Позаботились власти региона Также о дорожных условиях Близ побережья для автолюбителей Отныне и будни жители Села Акши заиграют новыми красками Не за горами открытие спортивного поля Площадью в 2,5 гектара Основу площадки начали закладывать В начале ноября текущего года Общая вместимость поля 150-200 человек Здесь будут созданы все условия Как для туристов, так и для местных жителей Основу спортивной арены Начали закладывать уже в начале ноября текущего года В работе задействовано 13 единиц техники Невзирая на сильные ветра И пронизывающий холод Трудятся здесь 45 специалистов Сейчас мы ведем строительство площадки Для мини-футбола Предположительно к концу года Этот объект уже сдадим в эксплуатацию Работа кипит вовсю Так что в сроки мы укладываемся На сегодняшний день В Прибрежном селе идет работа Еще над пятью проектами Как заверяют власти города Наглядных изменений можно ожидать Уже к 2021 году 80 лет без реконструкции Плотина в Каратальском районе Один из главных источников поливной воды Крестьянских хозяйств города Уштубе И шести сельских округов Ее изношенность стала причиной перебоев Подачи воды А образовавшиеся трещины угрожали прорывом дамбы Решить серьезную проблему намерены Уже до конца этого года Какие меры для этого предприняты Расскажет Рустам Аралбаев Водозаборно-головная плотина В Каратальском районе Обеспечивает поливной водой Почти весь сельскохозяйственный регион Ее пропускная способность 800 кубометров в секунду За этот год она обеспечила поливной водой 12 500 гектаров пассивных полей Она работает с 1940 года И за это время подвергла сильному износу Сейчас ведутся работы По ее полному обновлению По программе «Дорожная карта занятости» На эти цели выделено более 700 миллионов тенге 1 октября начали основные работы По гидроузлу После перекрытия реки Каратал Как отвели воду На данный момент Порядка 60 рабочих Работает на объекте И около 10 единиц техники Рабочие По программе занятости Принятые частично И рабочие нашего предприятия Также по программе «Дорожная карта занятости» Ведется ремонт дворов в городе Уштубе Местные жители говорят Что после обновления их двор не узнать Раньше они жабовались на пыль и грязь А теперь видят только чистые, яркие детские и спортивные площадки Этот двор является общим сразу для двух многоэтажных домов В которых имеется более 80 квартир Однако просторные детские площадки Вмещают ребятню даже с соседних домов По дорожной карте занятости Нам было выделено 90 миллионов На ремонт этого двора Работу мы исполнили качественно и в срок Все использованы материалы казахстанского производства Также мы построили три парковки Рассчитаны на 50 мест В общем на работу трудоустроено 33 человека Раньше двор был пыльным и замусоренным Вдоль все было в грязи Теперь, как сами видите, прилегающую территорию не узнать Детвора радуются Каждый день здесь играют Жильцы с детьми из соседних домов тоже приходят к нам Мы очень рады новому двору В конце выпуска хотелось бы напомнить Что в Алматинской области всего реализуется 1051 проект по линии дорожной карты занятости На их реализацию государством предусмотрено 105 миллиардов 600 миллионов тенге Создание почти 21 тысячи новых рабочих мест В период пандемии коронавируса Данная антикризисная мера Выступает в роли локомотива Который будет держать на плаву Социально-экономическое составляющее Какая еще работа проделывается По дорожной карте занятости Узнаете ровно через неделю В это же время Спасибо за внимание Хороших вам выходных До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова